Мне кажется, самое сложное в создании логотипа – это уникальность. Как вы добиваетесь уникальности и отслеживаете, чтобы не было повторений у ваших логотипов? Понятно. Вы имеете, наверное, в виду, как можно сделать логотип. Нельзя же проверить все логотипы в мире, есть ли похожий какой-то. Я могу ответить, что, конечно же, в принципе, мы живем в такое время, что нет возможности ни у кого, вернее, возможность такая есть, проверить все логотипы в мире и понять, нет ли такого, не сделал ли кто-то такой же. Другой вопрос, что это займет довольно много времени и денег, и этих денег будет намного больше, чем вообще на проект предусмотрено в любой работе. Поэтому сейчас, с одной стороны, да, есть определенный уровень экспертизы, а именно, ну, не знаю, там, насмотренность, ну, допустим, моя, да, потому что все логотипы, которые я в жизни видел, я в целом помню. То есть я, ну, не знаю, там их сколько сотен тысяч я видел, и не только моя, да, еще и других людей, то есть, как бы, может быть, экспертиза такая. Но могу сказать, что в целом есть еще и такая вещь, просто как, ну, есть распространенные ходы, и, ну, условно говоря, да, там, если делать логотип с буквы О в серединке и вставить вместо этого круглый предмет какой-то, ну, там, условно, солнышко, для детского сада солнышко, то можно, не проверяя, я могу сказать, что, конечно же, такие есть, их много, потому что ход очень простой, именно ход конструктивный. Если ход чуть более сложный или более наглый, вот как в логотипе Ярославля, я считаю, это очень наглый ход, то есть вообще взять стрелку и сказать, что это буква Я, то есть, даже не делать эту стрелку, вернее, не делать эту букву, не рисовать ее, хотя мы, конечно же, ее рисовали, но, по сути, это, то есть, придумать новый ход какой-то, новый принцип, это почти всегда гарантия чистоты, а вот сделать новый чистый логотип абсолютно, ну, почти невозможно, то есть, наверняка, где-то, кто-то, когда-то, что-то похожее примерно делал. Но, когда делается логотип, есть еще задача создания образа, придания уникальности, а любое придание уникальности, оно уменьшит читаемость, то есть, априори, все логотипы будут читаться хуже, чем шрифт для аэропорта, ну, для навигации аэропорта. Значит, это всегда баланс, то есть, это всегда баланс, это всегда компромисс, то есть, нельзя сделать абсолютно читаемый и очень необразный логотип, это невозможно в принципе. Продолжение следует...